Всем привет, ребята! Как вы поняли из названия, я решил купить себе еще один формикарий с муравьями. Я нашел один классный сайт, который называется blackant.ru. На этом сайте есть все для содержания муравьев. Тут можно купить очень качественные формикарии, которые они сами производят. А также есть стартовые наборы, в которых сразу есть формикарий, муравьи и запас корма. А также можно заказать всевозможные аксессуары для ухода за муравьями и оформления арены формикария. Ссылку на этот сайт я оставлю под этим видео. В общем, я сделал заказ на этом сайте и сегодня получил вот эту посылку. Сейчас я ее распакую и покажу вам все, что я заказал. Итак, что мы видим в коробке? Во-первых, это книжка «Домашняя муравьиная ферма», в которой можно прочесть всю важную информацию о содержании муравьев, как заселять, чем и когда кормить и ответы на все ваши вопросы по муравьям. Кстати, при покупке фермы эту книжку вам дают в подарок. Дальше мы видим непосредственно саму муравьиную ферму или другими словами формикарий. Это вертикальная ферма и модель называется «Куб Нью». И с виду эта ферма действительно напоминает «Куб». Норки для муравьев тут расположены вертикально, а не горизонтально, как в моей старой ферме. И мне кажется, тут будет гораздо удобнее наблюдать за муравьями. А также тут очень большая и высокая арена. И это тоже очень прикольно. Смотрим дальше. Это сухой белковый корм. Кстати, очень похоже на корм для рыбок, правда? А в этой баночке находятся декоративные цветные камешки. Я думаю, они будут классно смотреться на арене. Так, это у нас цветной кварцевый песок красного цвета. Смотрим, что у нас дальше. Это похоже на семена. Да, это семена. Зерновой корм – основная пища муравьев-жнецов. Этого количества должно хватить больше, чем на год. Дальше идут декоративные камешки, которые светятся в темноте зеленым светом. А в этой коробочке находится микроскоп для наблюдения за муравьями. Микроскоп, кстати, тоже идет в подарок при покупке формикария. О, тут даже есть подсветка. Прикольная штучка. Так, дальше у нас находится обыкновенный белый речной песок. Это тоже для декора арены. Кроме того, я еще заказал вот такие белые камешки. А эта гибкая трубочка предназначена для переселения муравьев из пробирки в формикарий. Ну и последнее – это увеличительное стекло для наблюдения за муравьями. И вот такой вот пинцет. Ну а теперь самое интересное. Тут должна находиться пробирка с муравьями. И сейчас мы узнаем, как они доехали и все ли с ними в порядке. Вот они, ребята! С ними все в порядке. Смотрите, они живые и активные. В этой пробирке находится матка, или другими словами королева, и около 20 рабочих муравьев. Да еще и к тому же есть несколько личинок и куколок. Кто-то может подумать, что за жестокость держать муравьев в пробирке. Но на самом деле, на начальном этапе пробирка – это самое комфортное место для молодой муравьиной семьи. Вообще, сначала в пробирку садится одна лишь королева, а потом она откладывает яйца, и появляются все эти муравьи. Получается, что все это ее дети, и это одна большая семья. Ну что, ребята, я думаю, пришло самое время переселять наших муравьев из тесной пробирки в этот новый классный формикарий. Я думаю, здесь им будет гораздо лучше жить. Итак, давайте достанем отсюда, здесь у нас лежит еще одна пробирочка. Эта пробирочка нужна для увлажнения. Отложим пока ее в сторону. И начнем, пожалуй, с того, что мы добавим какого-то декора, а именно песка. Высыпаем песочек прямо на арену. Так, я думаю, можно добавить красного песка. И как-то его здесь разровнять, наверное, пробирочкой. Вот так вот. Или лучше вот так растрясем, чтобы он как-то равномерненько у нас рассыпался. Во, добавим камешков. Вот так вот будет. И можно этих цветных тоже добавить. Я думаю, они не помешают, наоборот, только украсят. Ну, светящийся, наверное, пока ложить не буду, чтобы не перенасыщать эту обстановку, так сказать. Этого достаточно. Так, важный момент. Нужно обязательно увлажнить формикарий. Здесь система увлажнения вот такая вот. Вы увлажняете вот эту вот губку синюю, и она передает влагу на внутренние ходы. Берем воду, пипетку, набираем водичку и увлажняем синюю губку. Потому что муравьи чувствуют, что здесь есть влага. Без влаги они никак не могут жить. Ну, и теперь самый ответственный момент. Как же переселить муравьев из пробирки сюда, в наш новый формикарий? Есть два пути. В комплекте есть вот такая вот трубочка. Можно при помощи трубки соединить эту пробирку с вот этим вот отверстием. Здесь, кстати, два отверстия. Это или это. Но, если пробирка помещается внутрь арены запросто, а у меня она помещается, то лучше всего открыть вот эту пробочку и положить пробирку прямо сюда. Что мы сейчас и сделаем. Вынимаю эту ватку. Здесь вот на ней сидят муравьи. Ну, ничего, мы забросим сразу сюда вместе с этой ваткой. Оп, и кладем сюда нашу пробирочку. Вот так вот. Как видим, муравьи сразу же устремились наружу и начали исследовать неопознанный мир. Часть муравьев вместе с королевой осталась внутри пробирки, а муравьи-разведчики смело бегают по новой территории. Для них тут все новое и совершенно неизведанное. А вот это отверстие справа, это вход в норки, куда и должны поселиться муравьи. И потом мы сможем с этой стороны наблюдать за их жизнью. И еще необходимо насыпать немножечко семян на арену, чтобы муравьи увидели, что это благоприятное место, где можно найти пропитание. Ну, а теперь давайте накроем арену крышкой и оставим муравьев в покое. Пусть они спокойно переселяются, не будем их лишний раз беспокоить. Ну что же, ребята, прошло уже больше 12 часов с момента, когда я открыл пробирку и поставил ее на арену. И что вы думаете, муравьи решили просто не покидать пробирку. Их можно понять, они к ней привыкли и считают ее своим домом. Смотрите, они затащили в пробирку семена мака и сидят там, как ни в чем не бывало. Конечно, можно было поступить более грубо и просто вытряхнуть их из пробирки на арену. Но это был бы очень большой стресс для них. Пускай уже сами решают, когда им перебраться в норки. Кстати, смотрите, они не только занесли семена в пробирку, но еще и вынесли мусор и отходы наружу и сделали в этом углу себе мусорник. Вот частюли, да? А если вы хотите уехать на недельку в отпуск, тогда, чтобы поддерживать необходимую влажность, берете вот эту пробирку, которая лежала внутри формикария, наполняете ее водой и затыкаете ваткой. Затем помещаете эту пробирку в этот желобок. Вода будет постепенно перетекать на губку, и у муравьев будет поддерживаться необходимая влажность. Вообще, вы знаете, очень здорово, что сейчас есть такая возможность приобрести формикарий и все необходимое. В детстве я мог только мечтать о таком чуде, как домашний формикарий. Очень многие пишут, что хотели бы завести муравьев, но родители им не разрешают. Объясните родителям, что муравьиная ферма – это самое простое и безопасное из всего, что можно завести. Муравьи отсюда никуда не убегут. Они не имеют запаха, от них нет шерсти, они ничего не погрызут, не кусаются, не царапаются, не требуют никакой прогулки. Муравьи очень просты в уходе. Корма, который идет в комплекте, хватит на целый год. Можно уехать в отпуск на две недели и запросто оставить их дома. И занимают они очень мало места, но зато за ними очень интересно наблюдать. Да что я вам говорю, вы же с удовольствием смотрите все мои ролики про муравьев. Обязательно расскажите об этих преимуществах своим родителям, и они 100% разрешат вам завести дома такой замечательный формикарий. И кроме того, как я и говорил, при покупке формикария вы получаете два подарка. Книгу о муравьях и микроскоп. А также сейчас у них вконтакте проходит конкурс, где можно выиграть формикарий. Все ссылки я оставлю в описании. А если вам интересно, как дальше будут жить мои муравьи в моем новом формикарии, то ставьте лайк и напишите об этом в комментариях. И тогда будет продолжение. Ну а на сегодня все. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!